в отличие от прошлой рыбалки которую я показывал на примере ловли плотвы эта рыбалка будет по подлещику и будет она радикально отличаться от предыдущей место тут такое интересное и в чем-то я бы даже сказал загадочное вот по утрам берет некрупные густера потом как правило клюет подлещик вечеру опять приходят густера но не в этом дело нет такого сумасшедшего бешеного клева конечно же хотя наверное когда-то можно и здесь на него попасть но чаще всего нету сейчас мне показалось что там очень серьезная рыба и действительно сопротивление было очень серьезным даже попросил наталью подать багор но дело было в том что подлещик забагрился заплавник сейчас посмотрим так вот место конечно уникальное совершенно то есть непредсказуемое полностью если там 4 если я не ошибаюсь дня назад мы ловили здесь ну такого достаточно хорошего крупного подлещика вот такой как я сейчас достаю такие были самые маленькие и было несколько штук таких вполне себе пищевых таких 700 800 грамм то приехав сейчас в основном ловился мелкий подлещик то есть вот сейчас будет видно я буду доставать в целом конечно мелкий подлещик мелкая густера опять же в прошлый раз поймал две таких крупных густерины по 300 по 400 грамм это такие здоровые жирные тарелки с глазами крупная чешуя такие красивые рыбины упираются бьются до последнего а сейчас вот откуда-то понаплывал такой подлещик этот брать не торопился то есть вроде бы чего-то конечно и поймал но такого какого-то хорошего клёва не было в основном это постоянный обход лунок которые насверлены снимаешь одну-две рыбы и пошел дальше но опять-таки не факт временами проходит такая стратегия что поиграл поиграл быстро поймал рыбу которая активная которая стоит четко под лункой и хочет кормиться ее снимаешь довольно таки быстро после чего переходишь на следующую лунку когда там поклевки прекращаются была у меня здесь и такая рыбалка когда необходимо было ну минут пять раскачивать в кавычках лунку разыгрывать ее как-то с ней так сказать бороться и только после этого следовало поклевка потом могла она опять последовать довольно таки быстро а можно было еще пять минут сидеть и опять лунку раскачивать то есть каких-то тут таких скажем стандартных вариантов или там книжных можно это назвать да здесь в этом месте ничего это не проходит каждый раз приходится заново приспосабливаться к изменившимся условиям думать что-то новое предлагать рыбе опять же если взять например мормышку и поплавок место такое что здесь подавляющем большинстве случаев выигрывает мормышка если обычно я считаю что поплавок и мормышка могут в течение дня быть в преимуществе у рыбы ну та или иная снасть допустим с утра он берет на поплавок к вечеру лучше на мормышку или наоборот или это чередуется несколько раз в день даже то здесь мормышка ну вот пока 90 процентов случаев имеет преимущество полное тем не менее вот на этой как раз рыбалки которую мы сейчас наблюдаем на экране на поплавок было поймано ну наверное больше половины рыбы вот здесь вот в палатке работал поплавок в палатке я сверлю две лунки там поплавок и мормышка работал поплавок думаю отлично заработал поплавок прекрасно дай-ка схожу по остальным лункам с поплавком прошел по всем остальным лункам с поплавком увидел две шевеленки и ни одной больше поклевки как это вот объяснить ну для меня это загадка что это такое почему именно вот в палатке я почти всю рыбу выловил на поплавок а в других лунках на поплавок она не клевала то есть понятно мормышка она позволяет в отличие от поплавка ловить не только со дна но исследовать горизонты плюс задавать какую-то игру то есть понятно откуда берется ее преимущество допустим в этом случае но почему в одной лунке вот он хотел клевать со дна получается и более того там мормышка проигрывала в разы поплавку а в других лунках ничего подобного не происходило и снова фаворе была мормышка поплавок не принес вообще с других лунок вообще ни одной рыбы только было две шевеленки ну вот вместе с тем на самом деле такие рыбалки они очень интересные о царь водоема попался королевская рыба такие рыбалки они очень интересные все равно вместе с тем несмотря на то что клев конечно хуже и уловы меньше но зато постоянно приходится думать всегда нужно что-то подстраиваться как-то преодолеть вот эти обстоятельства и даже результирующий улов там в 4-5 килограмм это такая хорошая награда за усилия за то что удалось все таки вот несмотря на такое вот ну не то что без клеви а вот на такие вот хитрые выверты которые рыба выделывает и клевать она не хочет но все равно вот за счет техники за счет каких-то подстроек за счет своих действий удается все таки победить рыбу удается хоть как-то ее половить ну и скажем так практически на каждой рыбалке вот и отклеился практически на каждой рыбалке попадаются здесь и бонусы такого конечно уж совсем трофейного пока мне ничего не попалось но такие пищевые по 600 800 900 грамм подлещики попадаются регулярно которые уже можно спокойно совершенно и пожарить на сковородке и по-другому с ними разобрать опять же вот способы проводки да то есть то клюет сверху вниз на мормышку то клюет сыгры вот сейчас поклевка была у дна то клюет поиграл поставил то есть все это надо иметь своем арсенале и обязательно пробовать только тогда можно получить какой-то результат вот это уже к вечеру ближе густерка начала одолевать то есть чем больше в арсенале имеется способов проводки различных приемов игры тем скорее всего лучше будет улов некоторые из наших ловят здесь еще и на чертика дополнительно и таким образом еще больше расширяют свои горизонт и так что вот довольно таки интересное место очень мне понравилось в этом году мне его только показали гораздо интереснее чем просто таскать допустим мелочь одну за другой либо чем даже пусть и очень крупную рыбу но высиживать там одну-две рыбы за день это не наш метод здесь очень интересно и рыбалка интересная и удается половить достаточно такую интересную рыбу и каждый раз все по-разному всего хорошего ни хвоста ни чешуи до следующих встреч и 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